Визитная карточка площади Свободы – деревянный дом с колоннами, о котором за последние десятилетия снято множество видеоматериалов и написано множество статей. Уникальный памятник архитектуры начала 19 века находится в аварийном состоянии, что приводит в недоумение историков, краеведов, гостей города. Ведь этот дом мог бы стать настоящим музеем под открытым небом. Таких особняков в Центральной России остались единицы. И он по качеству исполнения, по тому, как он выглядит, он входит в ряд самых известных ампирных особняков деревянных Москвы, Калуги и других ампирных городов, где ампир процветает. Этот домик послужил основой для создания во второй половине 19 века целого ряда подобных домов, правда без колонн. Но вот сам вот этот подход, одноэтажный дом с мезонином и вместо колонн такие фальшколонны, четыре, очень здорово сыграл в городе Рязани. Под стенами со стороны улицы Свободы ежедневно разворачивается торговля. Дубовые колонны, которые выдержали больше двухсот лет, на глазах приходят в негодность. На балконе скапливается мусор. В целом, выглядит здание как очередной кандидат под снос, хотя потерять его было бы просто бесчеловечно. Говоря о площади Свободы, мы обычно вкладываем в понятие Свобода какой-то такой высокий штиль, высоким штилем говорим, Свобода, равенство братств. Так вот, Рязанская Свобода, она скорее с негативным оттенком у нас это название, потому что освободились от замечательного храма 17 века, называемое Воскресенье Звонное, славившись своим удивительным малиновым звоном. И готова уже, такое впечатление, освободиться от этого замечательного амперного особнячка начала 19 века. Тогда она полностью освободится от всего красивого. Здание не числится в реестре муниципальной собственности с 2004 года, а в конце прошлого года дом признали аварийным. И Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области теперь намерена изъять у владельца знаменитый дом Хирасковых. По общей доступной информации, владельцу еще 9 лет назад предписали разработать проект по сохранению дома и привести его в порядок. Собственника штрафовали, но согласно документам, реакции не последовало. Однако краевед Игорь Канаев общался непосредственно с хозяином, который избегает прессы. Проект один он отдавал здесь в Рязани в проектную организацию, второй в Нижнем Новгороде мы делали, и оба проекта почему-то не подошли к каким-то там критериям. Он говорит, да я бы с радостью пошел ответные шаги, если бы мне немножко город помогал, потому что одному ему не потянуть, конечно. А штрафные санкции, это можно бесконечно штрафовать человека. Если не помочь сейчас, хотя бы чем-то, какие-то ответные шаги сделать, то дом и дальше будет продолжать разрушаться. Пока идут споры, дом постепенно ветшает, но его еще можно сохранить и восстановить, хотя внутри полная разруха. Утеряна изразцовая печь, разрушены полы и стены. Но если спасти этот дом и восстановить исторический вид усадьбы, он может стать невероятно привлекательным объектом туризма и новой победой культуры над беспринципностью и равнодушием. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».